Всем привет, всем привет, очень рад вас видеть. Что ж, меня зовут Селезнев Артем, я работаю в Сберии и я хочу вам рассказать сегодня очень интересный доклад, как нас с вами изменили рекомендации. Я люблю, я обожаю рекомендации, но еще больше, чем создавать рекомендации, я умею делать и обожаю делать их реверс инжиниринг. Давайте с вами немножко возьмем пару методик из реверс инжиниринга и посмотрим, про какие вещи во время разработки рекомендашек мы с вами иногда забываем в погоне за алгоритмами. Ну что ж, нам будут иногда помогать сегодня три наших героя. Вот, и я взял и перенес их большой машиной времени из нашего с вами современного мира в мир, когда не было рекомендашек. Это не так давно. На самом деле, буквально там 20 лет назад мы с вами ходили в магазин и не получали рекомендации. Вот, и мы стояли перед полками и не знали, где, что и когда взять. Да, знали, конечно. Конечно. Но сейчас все по-другому. Вы хотите еду, вы хотите посмотреть фильмы, вы хотите выбрать наилучшую дорогу. Даже дом вы можете купить с помощью рекомендаций. Не только рекомендаций ваших знакомых, но и на основе какого-то большого обзора рекомендаций. Вы можете выбрать тот или иной лучший продукт. Они рекомендации вокруг нас. Они окружают нас. И, вы знаете, я задаюсь вопросом. Неужели мы с вами становимся продуктом рекомендаций? То есть мы не просто человек, а мы человек... Не человек Homo sapiens, а человек Homo recommendations, можно так сказать. Ну что ж, этот же вопрос давайте зададим сегодня с вами. Являемся ли мы, соответственно, самостоятельной персоной. Либо мы с вами являемся обычной... Обычной такой небольшой рыбкой, которая, знаете, как попала в специальный капкан, заплыла, находится в своей среде. Но стоит прийти рыбаку, и этот большой капкан будет вытащен на берег. И рыбка-то была в западне все это время. Давайте разбираться. Мы измененные или пойманные? Или все-таки мы личности, которые создают рекомендации в свое благо? Отлично. Что мы с вами видим в этот момент? Давайте начнем с самого начала. Для чего же нам важно знать? Важно знать со стороны разработчика о рекомендациях. Ну, конечно же, на самом деле это очень важно знать о том, что происходит и как рекомендует. Не просто как работает алгоритм рекомендации. Почему? Ну, потому что давайте вспомним знаменитую ситуацию. Вы хотите приобрести, например, кофеварку. Вот. И вот наша героиня сегодня тоже хочет приобрести кофеварку. И она, может быть, даже ее и купила уже. Может быть, даже пользуется ей месяц. Может быть, и два. Но в интернете, как только заходят в браузер, мы еще видим рекомендацию. Купи, купи, купи эту кофеварку. Именно та кофеварка, которая тебе и нужна. Даже если она у нас с вами уже дома, то возможно. Мы с вами что-то забываем, что здесь надо не просто найти лучшую рекомендацию, а уже рекомендовать сопутствующие товары. Работает такое не для всех. Ну, нужно знать, когда отменять и когда рекомендовать вовремя. Но работает, например, так очень плохо для еды. Потому что для еды у нас есть цикличность иногда. И иногда у людей есть, даже во время самой жесткой диеты, есть читмилы, которые это дни, когда человек позволяет себе что-то съесть. А, гамбургер. И так что за этим мы должны следить. И, конечно же, здесь рекомендация повторного продукта возможна. И это будет очень интересно. Вы будете ближе к пользователю. Но, другой аспект рекомендации. Надо не только вовремя, но и быстро рекомендовать. Что это означает быстро? Быстро это то, что есть определенные правила. И ваш клиент, любой кастомер, не будет ждать вас долго. Ну, стандартно считается, что меньше двух секунд должна создаваться рекомендация. Неважно, какой сложности она является. Если больше будем рекомендовать, то мы увеличиваем наш отток. И вас вряд ли будут ждать с хорошим фильмом или с хорошей музыкой и тому подобное. Вы должны сделать это быстро. Но в погоне за сложностью мы с вами забываем об этом. И часто, меняя рекомендацию, усовершенствую ее, мы увеличиваем время рекомендации. Тем самым, с бизнес стороны мы не получаем должного эффекта. И здесь мы с вами встречаемся с основной проблемой. Какая же это может быть наша с вами проблема? Возьмем нашего героя и пускай он нам немножко поможет. Потому что я сейчас уже сделал довольно большую историю в этом видеохостинге. И вот без этого героя не обойдусь. Создадим человека, который захотел сделать прекрасный ужин или обед. Порадовать своих друзей, семью. Он говорит, сегодня я сделаю что-нибудь итальянское. Заходит на знаменитый видеохостинг. Ищет итальянская еда. И мы видим с вами, что в подборке есть и та рекомендация, которая ему понадобилась. То есть, он ее искал. Ну и мы видим также блок рекомендаций, который он может использовать. И мы видим то, что там то же самое, что он ищет. То есть, это соблюдается контекст. И человек ищет про еду, про итальянскую. И мы там видим тоже макароны. Вот на второй снизу картинки это не червячки, как мне сказали во время тестирования. А именно макарошки. Но бывает и обратная ситуация. Допустим, сделав хороший ужин, он решил наградить себя, наш герой. И пошел покупать себе рубашку. Он нашел хороший интернет-магазин с рубашками. И все вроде бы отлично. И здесь, в контексте, тоже вроде все про рубашки, все отлично. Но есть одна небольшая проблема. Я вырезал это с сайта, и это реальная ситуация. Потому что на сайте блок рекламный, который создан на основе рекомендаций, предлагает купить другие вещи. Во-первых, мы видим, что нарушен контекст. У нас мужчина искал рубашку. Но в рекламном блоке, во-первых, зимняя одежда. Во-вторых, для девушек. Нарушен контекст полностью. Ну, если, конечно, они не вместе сидели. И через веб-камеру как-то магазин не понял о том, что они сидят вдвоем. Соответственно, и также мы видим о том, что вряд ли этот рекламный блок сработает. Потому что конверсия его будет достаточно мала в плане покупок. Из-за того, что люди, ищущие рыбашки, да еще и являющиеся мальчиками, вряд ли заглянут на блок свитеров. Главное, что это было бы еще сделано зимой, а не летом. Так что тогда бы вообще конверсия была нулю. Давайте выведем первое правило. Первое мое любимое правило. Которое говорит, что контекст в рекомендациях это уже рекомендация. То есть мы знаем. И отвечая на вопрос о том, что изменили нас или нет рекомендации. Мы можем сделать такой микровывод. Что рекомендации вообще-то может быть и не быть. Это может быть какое-то среднее предложение по вашему рынку или по вашему магазину. Но только в контексте. И отсюда мы начинаем развивать дальше эту тему. То, что контекст он персональный для каждого. Точно так же, как и рекомендация должна быть персональная для каждого. Но как это сделать? Возьмем еще одного нового героя с наших первых слайдов. И мы с вами увидим, что воспользоваться отличным видеохостингом. Посмотреть фильмы. Допустим, наша персона очень любит путешествовать. Но сейчас этого не очень хорошо можно поделать. Соответственно, что мы можем предложить? Мы можем предложить просто посмотреть фильмы про путешествия. Так сказать, road movie. Зарядиться энергией путешествия. Подождать, когда в 2021 году мы все выйдем из карантина. И отправиться в путешествие. Набрать, так сказать, фантазии. Но здесь мы сталкиваемся с небольшой проблемой. Проблемой, что нет единого решения для каждого человека. Но хочется это сделать как-то усредненно. Потому что хочется произвести меньше работы. И мы знаем, когда создаем рекомендашку о том, что есть какой-то у нас алгоритм. Мы знаем, как рекомендовать. Item base, user base. В зависимости от того, что мы делаем. Есть некоторая теплота пользователя. Ну, это не настолько, что он там теплый. И мы готовы принести ему плетус. А настолько. Это некоторый параметр. Насколько хорошо мы его знаем. Но есть параметры алгоритма. И самого процесса ранжирования. Это интуитивность. И, соответственно, цикличность. Вот эти параметры. Нас с вами и интересуют. Они иногда важнее, чем выбор. Самого алгоритма. Или способа рекомендации. Ну, что же это такое? Давайте приведем пример. Наш с вами пример про RoadMovie. Мы увидим, что чаще всего. Если вообще рекомендация обновляется. Если с помощью клавиши F5 вы будете видеть разные фильмы. То есть, если будет какая-то там цикличность. То может возникнуть проблема градации. То есть, регрессии рекомендации. Что это такое? Вот, например, Арахьесовый Солк. Очень распространенный, хороший фильм про путешествия. Но вы можете увидеть такую вот регрессию. В сторону по какому-то определенному параметру. И чаще всего это регрессия просто по параметру рейтинга. Никак к вам не связан. Но согласитесь, что, например, в Арахьесовом Соколе есть немножко какой-то части мелодрамы. Да, там наша любимая Дакота Фейнинг из 50 оттенков серого. Но иногда же возможно, что вы больше революционер. И дневник мотоциклиста для вас более значим, чем все остальные фильмы. И это тот роуд муви, которого вы заслуживаете. Что же это такое? Откуда же здесь берется решение для нас? Здесь мы подходим к выводу номер два. Это очень интересный вывод. О том, что давайте смешивать. Не просто сбалтывать, но еще и смешивать. Это вариация не только по рейтингу, но и просто микса. Не от большего рейтинга к меньшему рейтингу двигаться. А от просто создавать случайные наборы и постоянно их миксовать. Постоянно-постоянно. Это приведет к тому, что человек будет видеть. О, действительно, смотрите. Я всегда люблю смотреть очень высококачественное кино с хорошим знаменитым режиссером. Но сегодня я прихожу домой. И у меня очень классное какое-то игривое настроение. И я хочу посмотреть какой-то на уровне фильм, который скажет мне «Окей, давай сейчас садись и езжай». И это тот момент, когда не нужно большое качество, а нужно просто расслабиться. И вот именно поэтому мы должны подмешивать какие-то там низкорейтинговые фильмы, которые, может быть, не нравятся всем, но понравятся определенной персоне. А именно вам. Это наш вывод 2. Но и здесь есть замечание. Такая система, увы, не работает. Ну, увы, не всегда. Прежде всего, не в метриках «Эдкей». То есть, если вам и для вашего бизнеса действительно необходима метрика от какого-то числа, от ранжирования, чтобы был всегда первый, второй, третий порядок, то здесь, скорее всего, вы не сможете сильно смешивать. Но поэкспериментировать и попробовать вы все равно можете. Так что, стоит выбирать и, соответственно, пробовать. И здесь наступает метрика, подводит нас к тому, что метрика на самом деле не факт. Ну, или не всегда факт. Что это означает? Мы с вами когда-то, сайентисты, привыкли к тому, что мы должны бороться за улучшение качества, за улучшение нашей метрики. Довольно разные они есть. И мы чаще всего любим какие-то определенные метрики. Например, вот если у вас есть определенный способ ранжирования, и вы хотите смотреть за весами этого ранжирования, там, вот моя любимая NDCG метрика. Вот. Ну, иногда можно просто смотреть там уровень ошибки и тому подобное. Но, ведь это не всегда метрика дата сайентиста. Это не метрика, которую предлагает нам смотреть бизнес. Не та метрика, которая существует в законе денег, условно говоря. Да, потому что улучшение там по моей и тому подобное, оно не факт, что оно приведет к улучшению по среднему пользователю в день, да, или, то есть, по среднему пользователю в месяц. Мы с вами сталкиваемся с этой проблемой почти всегда. И ее можно решить. Как же эта проблема у нас с вами решается? Ну, давайте смотреть. Если здесь мы подумаем о том, как можно это решить, скорее всего, мы придем к выводу, что можно откинуть все эти рейтинги и смотреть на лифт какой-то метрики относительно нашей, относительно дата сайентистской метрики, да, можно взять среднюю ошибку и там, или уровень ошибки, и смотреть, как он влияет на лифт МАУ, на лифт ДАУ и тому подобное. Или там клик первый рейтинг. Но мы с вами столкнемся с некоторой проблемой, что этого нам с вами мало, и запустить от этого какой-то тест будет тоже очень сложно. И калибровка нашего дата сайентистского, нашей дата сайентистской метрики в бизнес-метрику может через лифт быть не всегда точной. Именно поэтому мы с вами используем какие-то другие варианты. Ну, вот так вот можно сделать. Можно взять калибровку не через лифт, а калибровку из метрики в метрику. Самым простым способом здесь является, например, калибровка среднеквадратичной ошибки, да, то есть в метрику average user в день, либо же в месяц. Можно начать с нее, но как? Как же все-таки это сделать? Ну, для этого у нас с вами есть разные способы. Разные способы, которые так и называются score calibration. И тут мы с вами натыкаемся на еще один вывод. Вывод, который говорит нам, что наша метрика – это не тот факт. То есть вы можете бесконечно улучшать метрику, усложняя тем самым алгоритм, усложняя как-то передачу контекста событий, увеличивая время выполнения. Но улучшение метрики – это не бизнес улучшения или не факт бизнес улучшения. Так что это наш с вами третий выбор, третий вывод, который говорит нам, что все отлично, но стоит о чем-то все-таки задумываться. Ну, и имея три основных вывода. Вывод о том, что мы должны учитывать контекст. Это очень важно. Контекст – это часть рекомендации. Учитывая о том, что мы должны смотреть на метрики не только со стороны Data Science, но еще со стороны бизнеса. И учитывая о том, что нам очень важно понимать, что нет универсального решения, мы можем прийти к небольшому заключению, что мы на самом деле с вами не пойманные разработчики, не пойманные использователи, а рекомендации являются нашими помощниками. На самом деле они уменьшают время какое-то использование, но увеличивают для нас ценность использования этого времени. Почему все-таки они наши помощники? Ну, потому что на самом деле есть три основных таких, наверное, момента, когда рекомендации 100% работают. Первое – это наш с вами персональный контент. Что это значит за персональный контент? То есть, когда вы там сидите один, хотите посмотреть фильм, или как-то использовать проведенное вам время, пожалуйста, на персональном контенте рекомендашка работает отлично. Мы также знаем, что рекомендашки также отлично работают при таргетировании. То есть, мы можем с вами на работе не просто нам будет валиться с вами какое-то количество, большой объем писем, которые на всю компанию рассылаются, а таргетировать только нам с вами персональные письма, которые будут интересны нам с вами. Например, мы можем почувствовать о том, что наш какой-то коллега стремится к оттоку, да, и у нас работал триггерок об оттоке, и мы можем присылать ему письма о том, что останься в нашей компании, вот у нас есть вакансии и тому подобное. Быть тем самым проактивным, и это будет отлично. Ну и, конечно же, рекомендашки работают тогда, когда нужно ускорить поиск, вот, вы быстрее находите дорогу, вы быстрее, там, быстрее находите, соответственно, дорогу, вы быстрее получаете какой-то результат. Но почему же все-таки они наши друзья? Почему они по этим трем правилам не видно, что они нас все-таки не поймали, да? Ведь вы видите, что здесь все на персональном, на одного персонального человека, на одну персону. Но они его поймали нас тогда и не были нашими друзьями, когда мы знали о том, что рекомендашка может порекомендовать группе. Например, вы хотите прийти и посмотреть прямо сейчас на каком-то онлайн кинотеатре классный фильм, но если у вас больше, там, двух-трех человек, когда вы собраны в группу, сейчас, конечно, это только онлайн, но все-таки вы хотите посмотреть фильм, то группе порекомендовать фильм достаточно сложно, потому что у каждого здесь какие-то свои вкусы и подвкусы, и тому подобное. Ну, вспомните, как вы ходите в ресторан, вы же не берете одно и то же блюдо, вы всегда покупаете много разных вариантов, если там, конечно, вам позволяет меню. Ну и, конечно же, рекомендашки не умеют формировать наш вкус. Вы наверняка где-то подсознательно уже знаете о том, что вот я вроде сижу на одних и тех же пабликах, или какая-то социальная сеть мне рекомендует одни и те же варианты просмотра. Но нет, здесь нет такого. Рекомендашка классно бы сработала бы. Рекомендашка просто пытается понять, что можно вам еще предложить, посмотреть что-то из похожего варианта. Но здесь мы с вами знаем точно, что наши друзья могут работать именно для нас, но не на группу. Тем самым мы с вами не та рыбка, которая поймалась в капкан, а очень хитрая рыбка, которая пробовала, съела наживку, а в капкан так и не попалась. Или на крючок. Так, отлично. У меня с вами, моя презентация была такая, чтобы заставить вас полюбить рекомендашки, заставить понять, что это не просто алгоритмы. Именно поэтому я старался избегать какой-то математики. Но вы должны попробовать самостоятельно. Я сделал такую подборочку на ГИТе. Здесь вот адрес есть. И вы можете забустить, вы можете взять с этого октокета, нашего любимого, его реактивный ранец, надеть его на ваши рекомендашки и попробовать сделать самому. Благодаря этому ГИТу, это ваш как бы тейк-эвэй с данного доклада, чтобы вы смогли пробежаться и попробовать от контекста до калибровки метрики и, соответственно, улучшить интуитивность, интуитивность вашего алгоритма. Что ж, сделайте этот выбор, попробуйте это сделать и посмотрите, насколько действительно интересней или лучше станет сначала ваша дата-сайентистская метрика, а потом, соответственно, и бизнес-метрика. И также, давайте не стоит забывать, что если вы все-таки хотите развивать интересные рекомендашки и двигать эти, двигать рекомендательные алгоритмы в народ, так сказать, вы можете прийти к нам, в Сбербанк, попробовать ради интереса, сделать какое-то свое большое исследование. Вот. А что, все-таки изменили нас рекомендации или нет? Да, конечно же, нас рекомендации не изменили. Мир вокруг нас изменился. Благодаря рекомендашкам у нас появилось некоторое свободное время. И как вы его потратите, зависит только от вас. Что ж, Селезнев Артем с вами был. Вот. Со мной всегда можно связаться и проконсультироваться по поводу рекомендашек. А я буду готов ответить на ваши вопросы. И также буду рад видеть вас частью нашей AI-команды. И не только AI-команды. Я буду... Посмотрю сейчас, какие у вас есть. Еще не прощаюсь. Вы мне должны были написать вопросики. О, отлично. Там есть несколько вопросов. Я буду их прочитывать. И мы с вами сможем пообщаться. Так. Я иду прям по очереди. Вот. Так. Дарья спрашивает. Вот. Отлично. Дарья, смотрите, очень интересно, почему я захотел рассказать именно с этой стороны, а не просто там вот алгоритм. И Дарья спрашивает, что помог посмотреть глобальный там монитор вот этих рекомендашек. Смотрите, все рассказывают про алгоритмы и как там под капотом. Но на самом деле все, что рядом, можно взять простую обычную рекомендашку, там, Matrix Factorization даже, и сделать из этого уже что-то интересное. В принципе, на основе обычных правил кейсвенов можно подбирать рекомендашки. Но она не будет работать, если рядом нету ничего. И я хотел поделиться с вами этим. Если вас также интересуют рекомендашки, попробуйте взять какую-то простую рекомендашку и создать нейтрального пользователя и посмотреть, как работает Reverse Engineering. Это очень здорово. Вот. От Ирина спрашивает следующий вопрос. На что обращать особое внимание, чтобы оценить... Так, сейчас, секундочку. ответить... На что обращать особое внимание, чтобы оценить качество ранжирования? О, ну, смотрите. Про поводу качества ранжирования. Вот. Это очень интересная вещь про ранжирование. Я бы для ранжирования использовал... Если вам в ранжировании еще важна позиция, то есть, словно говоря, первая, вторая, третья, четвертая позиция, здесь с метрикой будет небольшая проблема, ее в бизнес очень сложно переложить. Но при ранжировании я бы обращал вот этот регрессионный интерес. То есть, представьте себе, насколько ранжирование, которое вы рекомендуете, по факту по-настоящему интересно пользователю. Объясню сейчас почему. Я показал фильм Барат вот в конце, но это на самом деле моя персональная рекомендация и объясню почему. Каждый раз, когда мы едем с моими коллегами или знакомыми на Пайкон, мы всегда смотрим по дороге Барат. Ну, это традиция у нас такая. И знаете, мне очень интересно стало о том, что почему же мы с вами рассказывая о рекомендациях и говоря, что классно, мы с вами используем алгоритмы, все очень здорово, но почему нет цикличности? Мне ни одна система, зная о том, что я через нее смотрю уже три года подряд участвуя в Пайконах, ни одна циклично в одну и ту же дату не показала мне фильм Барат. Это было бы очень здорово, но я не буду рекламировать сервис, на самом деле два сервиса начали эту цикличную рекомендацию, но это совсем недавно, это было перед каротином в декабре, но это вот так вот интересно. Так, Ирина, спасибо, ответил так, следующее, расскажите, пожалуйста, как рекомендации и рекламу попадает то, что мы не гуглили, а то, что произнесли слух и разговоров. Ой, ну, на самом деле, Наталья, здесь очень интересный вариант, я склоняюсь к тому, что нас на самом деле не слушают, а к тому, что у человека есть очень интересная такая вещь, то, о чем вы начинаете разговаривать, вы уже попытались подсознательно как-то это поискать, и мне кажется, что просто вы уже условно говоря, чисто ради интереса чекнули как-то, но только после этого начинаете об этом говорить. На самом деле, я тоже думал, что нас слушают, но никто нас не слушает. Мы сами про себя рассказываем очень много в социальных сетях, так что здесь очень интересно о том, что говоря, что за нами послушают, мы сами отдаем информации намного больше, чем должны это делать. Так что здесь это уже такая подсознательная техника о том, что мы поискали это, но как только мы начали это искать на самом деле, мы сталкиваемся с тем, что как так, как вы об этом узнали? И здесь мне очень интересно другое. Смотрите, я вам могу привести пример. Мой любимый пример, особенно я участвую рассказываю в своей команде, о том, что когда вы начинаете какую-то разработку, вам казалось до этого, что у вас крутая идея и никто до этого ничего не делал. Но мы с вами знаем о том, что как только мы начинаем искать информацию по этой идее, оказывается уже все сделали, уже столько проектов лопнуло с этой идеей, и вы соответственно думаете, да как я как только начинаю делать, так сразу уже кто-то это придумал. Это пример такой же. Russianing Russian, русский, русский. Какой процент конверсии в среднем после рекомендации по вашему опыту? Какие метрики отслеживания эффективности рекомендации? Так, про метрики. Смотрите, процент конверсии. вот здесь вот я приведу сейчас, метрика это не факт. В основном я использую следующие варианты рекомендации, то есть следующий вариант посмотреть метрики. Моя любимая метрика это NDCG и просто Error Rate. Есть еще Kaufman, по-моему, по-моему, это называется метрика Kaufman, если я не ошибаюсь, там она на основе корреляции между фактическим значением и значением, которое вы угадали. Я использовал, я в гид положил вариант, я начинаю сначала смотреть лифт, вот, ну, лифт метрику, но это я сказал, что ее не очень хорошо использовать, но просто она легче всего без какого-то сложного калибровки. А потом в зависимости от того, какое приложение я делаю. Если я делаю это для рекомендации, для того, чтобы человек побольше прожил на сайте, например, у Гугла, да, то есть, или у Ютуба, ему интересно, чтобы вы как можно дольше побыли на его хостинге, то ему интересен этот ТОС, Time on Site. Вот, как этот Time on Site увеличивается, с помощью, я приложил в гид варианты реализации, статью, которая на варианты реализации, смотрите, по факту это происходит так, вы предсказываете, что увеличение, и я вот в среднем, в среднем сейчас проведу, давайте на примере, лучше МАУ, Month Average User, то есть, средние пользователи в месяц, и там такая простая ситуация, например, я предсказываю, что у меня метрика увеличится на 5 раз, ой, извините, на 5 процентов, но по факту у меня идет в среднем увеличение где-то на 3, значит, разница между предсказанием и фактическим увеличением где-то 2-2,5 процента, примерно, но это с учетом того, что, например, потеря у меня увеличивает, потеря после бейзлайновского алгоритма до фактического алгоритма, который использую, увеличивается, там потеря, точнее, уменьшается, да, этот error rate у меня уменьшается там на 10-15 пунктов, то есть, можно отнести, что где-то 5 пунктов потери равняются одному 1 проценту в month average user, примерно так, но тут, видите, все зависит от того, какой у вас еще и контент, интересно, что вы не должны условно говоря, предлагать тот контент, который неинтересен вам по факту, вот, так, Ирина на упор на визуал, так, на что больше делать, делать больше упор на визуал или продающий текст при рекомендации, о, ну, конечно же, Ирина, смотрите, этот кейс уже решила компания Netflix, конечно же, делать на визуал, они, соответственно, намного, визуальные эффекты, люди не хотят читать, должна быть красивая, быстрая картинка, вот, и лучше всего, я тоже пробую сейчас угадать, как это, персональные черты, характеристику того человека, чтобы выдавать ему, соответственно, картинку, но тут, видите, тут еще дизайнер нужен хороший, вот, следующее, соответственно, Дмитрий Назаров, вы использовали алгоритм априори, ну, конечно, использовал, но смотрите, на данный момент я его бы постарался бы уже остерегаться, потому что он довольно старенький, вот, он самый-самый там, один из самых первых, плюс он такой маркетинговый, вот, сейчас, и я, если позволите, Дмитрий, я сейчас увидел просто про, вот, Назар Ниязов, в чем особенности RPFM, я как раз-таки вместе на ваш ответ и на вопрос Назара о RPFM, это Random Partition Matrix Factorization, отвечу, посмотрите, это довольно, почему я не использую априори, он довольно медленный, вот, потому что он довольно старый, вот, и мы не уложимся в тайминг, вот, я для бейзлайна использую какой-нибудь там user-based или item-based вариацию матричного разложения, потому что это быстро, можно откинуть пользователей, которые еще не жили в системе или там не делали каких-то рекомендаций, и почему я использую RPFM, смотрите, в этом варианте я всегда использую рандом, рандомное партиционирование матрицы, что, что происходит, у нас с вами много товаров, например, давайте уж, мы в банке, да, вот, у нас много карточек с вами, вот, и они все разные и под разного человека имеют разное наполнение, вот, и вот кому-то в карточках много всевозможных, там, разных параметров, от кэшбэка, там, до еще чего-нибудь, вот, мы с вами, мы с вами хотим разделить, вот, рандомное партиционирование позволяет, вот, априори, соответственно, не позволяет, рандомное партиционирование позволяет разделить на людей, которым нравятся определенные типы в продукте, да, то есть кому-то нравится кэшбэк, кому-то нравятся, там, как-то называются карты, при, Sky Priority, у которых есть, это, которым вот очень часто путешествуют, да, и тому подобное, вот, вот, это, в этом особенность, соответственно, рандомного партиционирования, она, там, как происходит, считается сначала первая матрица, а потом, соответственно, вот эта вот большая матрица еще разбивается на маленькие кусочки по интересам и считается общий результат, потом происходит по счету обычной общей матрицы, вот, так что вот так, так, Наталья, правда, что рекомендация одна из самых сложных нагрузок ИИ по сравнению с CV и НЛП, ну, смотрите, здесь, я не могу сказать, что это самая сложная нагрузка, там, по поводу CV, мне кажется, CV занимает намного больше места, вот, в рекомендациях есть небольшая, ну, намного больше нагрузку CV берет, в рекомендациях есть одна большая действительно проблема, это время работы, время работы, обучения, потому что надо сравнить каждого пользователя и каждого продукта, вот, представьтесь, у вас пользователи, там, большая часть вашей страны, вот, и еще, там, несколько миллионов продуктов, вот, и получается такая большая матрица с колонками и строчками, где строчка, допустим, каждый продукт, а каждая колонка это человек и его результат оценки, и вот все это надо между собой посчитать, это довольно трудозатратно, но, видите, в отличие, например, от CV, где мы можем использовать тензорные, там, какие-то процессоры, и они увеличат нам скорость работы, где, вот, в NLP я очень, очень мало использовал NLP, у меня есть только один мой личный проект NLP, который парсит новости биржевые, вот, соответственно, в рекомендашках мы можем сделать такую некую хитрость, мы можем убрать всех пользователей, ну, которые, рейтинг которых нас не устраивает, например, все нули, да, у нас большая распарсенная матрица превращается в маленькую, матрицу, и мы можем использовать, уменьшать, уменьшать до того, когда это влезет к нам в вычисления, плюс ко всему, несмотря на то, что я сказал о том, что пользователи, это наши, ну, рекомендации наши друзья, мы можем все равно немножко прогнать, начать расчеты со среднего пользователя, и это уже даст ценность, а вот мне кажется, там, условно говоря, в CV, ну, очень сложно начать с каких-то средних расчетов, вот, кстати, есть вариант построения даже рекомендаций на техниках NLP, есть Word2Vec, такая нейронка, вот, она очень простая, если вы выстроите ваш коммерческий ряд предложений, ну, то есть, именно название ваших предложений в Word2Vec, то вы можете, например, посмотреть, какие у пользователя уже предложения, например, у него есть предложения A, B и C, вот, и вы это отдаете Word2Vec, ну, вот, он вам говорит, что предложение было бы A, B, C и еще D, к примеру, вы D можете порекомендовать, это очень интересный вариант, так, спасибо, Дарья, ну, я на самом деле правда не знаю, возможно, есть же там закон о забвении, ну, в смысле, если за вами начали следить, то как от этого отписаться, ну, создайте контр-профиль со своим именем, фамилией, и выкладывайте туда только хорошие вещи о вас, и вот, и пускай следят, как будто вы просто идеальная, соответственно, персона, вот, так, Татьяна, спасибо, Назар, про РПФМ, рандом, я ответил на ваш вопрос, попробуйте, я сделал ссылку, это мой любимый метод, если честно, Наталья, спасибо вам, Наталья, так, вот, Андрей, так, скажите, в ваших проектах, какое процентное отношение решений построено на классических алгоритмах машинного обучения в сравнении с алгоритмами глубокого обучения, о, Андрей Нестеров, у меня очень простой результат, я в своих решениях использую в основном, вообще, наверное, процентов 90 у меня не нейронки, вот, у меня обычные, вот эти вот классические алгоритмы, я даже скажу больше, там есть и бустинги обычные, вот, это, наверное, такой, самый простой вариант, единственное, что я вот сберовскую ламу еще, ну, автоэмель сберовский не попробовал для этого, вот, но в основном 90 процентов у меня это классика, вот, нейронки пока как-то у меня не дали большого, большой разницы, да, вот, наверное, знаете, из-за того, что, Андрей, нейронные сети в рекомендациях для моих проектов не дали большого улучшения, классические, там, какие-то, если можно так назвать классическими, да, то есть, эмельные проекты обычные, там, обучение с учителем, они дали намного больше результата. А, так, Мария, какая разница между DS-метрикой и всегда, и бизнес-метрикой, всегда ли она есть? Конечно, Мария, разница между DS-метрикой и, ну, и бизнес-метрикой есть всегда, вот, а разница, вот, как я уже сказал о том, что у меня получается примерно, если взять error rate, как будто мы обучали рекомендашку и смотрели потери на error rate, да, то есть, у меня примерно получается так, error rate увеличивается, там, на 10-15 пунктов, ну, там, на 0, да, 10-15, то, соответственно, где-то 5 этих, 5 error rate равняется 1% по фактическим месячным пользователям увеличения, но это не всегда, смотрите, это очень интересно, что вы еще должны учитывать новые, новые клиенты, новые продукты, есть ли реклама вашего, вашего, продукта, и какая макро- и микро-ситуация в стране, это тоже очень важно, и очень, вот, мое любимое замечание, особенно, как тяжело дойти до вашей рекомендации, смотрите, приведу простой пример на телефоне, я сделал, допустим, приложение, и оно у меня классное, и там есть ИИ, но, чтобы получить рекомендацию в этом приложении, я его всегда использую, к примеру, для оплаты каких-нибудь услуг в магазине, но он также мне может порекомендовать покупку, но надо только зайти в это приложение, найти еще что-то, отсканировать QR-код, еще, 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 я не буду пользоваться, никто не будет пользоваться этим приложением, этой рекомендацией, и даже если вы используете суперкрутой алгоритм, вы вряд ли получите от этого какой-то результат.